Эти митинги делаются те, кто на них уже был, может быть. Мы это делаем всегда, когда существуют конференции, чтобы ответить на, знаете, такие более серьезные вопросы, на которые мы не можем на конференции там озвучить, знаете, или где-то, может быть, уединиться из-за времени. И здесь есть возможность, где это все, естественно, записывается, и мы можем даже, если нужно, что-то нарисовать, объяснить. То есть вопросы могут быть порядка более-менее служения. То есть, как я всегда говорю, то есть, ну, я не хочу, чтобы, как бы, задавали вопросы, там, сколько стоит твой голый кот, там, ну, и в таком порядке, понимаете, да? То есть, как бы, ну, такое существует. То есть мы сразу, как бы, определимся, что мы больше хотим, как бы, озвучить, потому что у нас будет час, может быть, немножко больше, из-за того, что нужно готовиться к служению, определиться самыми главными, четкими, злободневными такими вопросами, на которые, может быть, пастора действующих церквей, которые здесь находятся, хотят слышать ответы. То есть любого порядка, роста, что значит Г-12, объясните структуру. То есть вот мы здесь, чтобы задать вопросы. Вопросы будут задаваться в микрофон. И мы можем открыть сейчас сразу возможность. Сразу скажу, что со мной здесь существует, сидят здесь два пастора, находятся, да? Это Александр и Елена, да? Кренингер, это Германия. И также Алик и Поляна здесь, это Каунас, Литва. Поэтому организаторы конференции. И поэтому вопросы могут быть также и к ним, ко мне, также и вот к Алику и Поляне. То есть всем находятся здесь. То есть, я думаю, это небезызвестные люди. И давайте начнем. Хорошо? Пожалуйста, если есть любые вопросы, мы начнем. Хорошо. Меня зовут Иван. Приехал с России в Дальний Восток, город Благовещенск. Хорошо. Вопрос такой, может, маленькое свидетельство того, почему такой вопрос есть. Я являюсь лидером, можно сказать, что пастором команды. Команда началась когда-то с меня. И у меня не было опыта с церкви. Я родился свыше, скажем так, на улице через свидетельство человека. И вся моя команда на сегодняшний день не имеет никакого опыта с церквей. Вот у Андрея в основном темы как раз направлены на борьбу с религией. То есть, такой фронт религии. У нас мы с религией не сталкивались особо. И Бог нас учит. Бог сразу меня показал насчет пищи духовной, соответственно, чтобы я был очень аккуратен. Ну и в 2008 году познакомился с темой Андрея. И просто в одном духе называется. И вопрос такой, что на сегодняшний день Господь нам очень много строительного материала, как бы на стройку показал, как привозить, как работать, как кирпичи делать. То есть, все в кучу. И на сегодняшний день получается интересный такой вопрос, что у нас сейчас время того, чтобы уже людей хватает отдельно на женскую команду, отдельно на мужскую. И вопрос роста. То есть, вопрос не просто того, чтобы я своими силами, своим опытом, который Господь мне показал, то есть, приводил людей, но чтобы они уже умели приводить других. То есть, вопрос теперь приводить куда? Вопрос структуры. То есть, вот недавно очень мощная тема, которая, в принципе, за эти 40 минут Андрей объяснил всю нашу ситуацию. Все, как команда, когда послушала, просто все сказали, Андрей говорит о нас сейчас. Структура – это основание успеха на макрогруппе. И сейчас столкнулись с тем, что строительного материала очень много с разных сторон. То есть, Господь научил спасать. Именно спасать, причем на нашей территории, на православной территории, на очень интересной территории. То есть, очень через многое провел. Я лично пришел через банкротство, предприятие, у меня был завод, там очень интересные вещи происходили, предательство, там это все, 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 все. Очень интересно. Весной были такие моменты, что у меня проводились обыски, следственный комитет, прокуратура, то есть, на меня подали заявление родственники нескольких людей, которые решили соединиться от демонического мира. Перестали идти на компромиссы, то есть, с родственникам это не понравилось, они все обнились и пошли, написали заявление, что есть такой сектант Илана в общем городе. Вот, журналисты подхватили это все. Ну, то есть, интересные вещи, и это как бы еще немножко усложняет. Нам не дают зарегистрироваться, то есть, по этой причине. И вот структура G12, самая такая интересная структура, то есть, того, чтобы, в принципе, ну, если такие же идут гонения какие-то, то необязательная регистрация. То есть, ну, первая церковь не была, по-моему, зарегистрирована, да? И вопрос более конкретный, конечно, вопросов много именно по видению, но более конкретно, если, то есть очень, есть книги хорошие Сизера, вот, насколько разница в видении на сегодняшний день, может быть принципиальные какие-то моменты, именно вот то, что Сизер, да, пишет в особенности «Лестница успеха», и то, что у вас сейчас вот происходит, то есть, русифицированная версия, то есть, что, что, именно в чем принципиальное отличие, то есть, вот этот изюм русский, да, вот, что, что. И еще-таки, ну, тоже к этому же вопрос, есть ли свежая школа лидеров, вот, записанная в МП3 формате, то есть, может быть, может быть, напечатанная, то есть, потому что Господь делает все новое, я уверен, что новую школу у вас проходит по-новому, так, по-моему, 2005 года, вот, которая выставлена в интернете. То есть, очень тоже интересно, вот, информация именно вот по структуре свежая, то есть, и сразу последний вопрос, который, в принципе, тоже важен. Возможно ли… Да, всего одну пачку, что уже микрофон потом. Возможен ли приезд к вам, нескольких членов нашей команды, то есть, в Америку, для очень многих вот таких мелких вопросов, чтобы увидеть саму работу, домашний групп, то есть, именно, понять изюм, то есть, ну, вот, русских, то есть, может быть, русский в Америке немножко, но по-другому. Ой, это уже не русский. Это уже не русский, да. Да, у нас немножко другая атмосфера. Ну, приезд возможен, и общение, возможно, и даже вплоть до каких-то практичных моментов тоже все возможно, то есть, как бы, вплоть до того, что даже можно, если это команда, если это официально делается, даже можно вам не проходить, может быть, там, энкаунтер. Я думаю, вы прошли энкаунтер, да, Жапсин, или нет еще? Проводим. Проводим, да. Ну, в вашем плане. Окей. Ну, в любом случае, даже можно поприсутствовать и увидеть, как делается. Я так скажу, что возвращаемся к русифицированной версии Г-12. Я так скажу, что Сизора мы с самого начала, он у нас там постоянно, мы ездим на конференции, учимся, читаем все книги, то есть, как бы, очень уникальная личность, и Бог ему даровал особое-особое служение – внести в тело Христа структуру. Это не обязательно, что кто-то должен под кого-то становиться. Как раз эта структура, она это и не подозревает под собой, да, как бы подразумевает. Но я так скажу, что основная часть всего, что он говорит, совпадает. То есть, как бы, мы, как скажу, мы всегда, все, кто даже вот церкви в Завете, которые сейчас находятся, они здесь, есть люди в подготовке в Завете, есть люди, которые уже в Завете. И у нас очень, как бы, мы наблюдаем такой серьезный момент, мы хотим, чтобы все церкви в Завете имели, мы не идем в политику, мы не идем, я имею в виду, в политику церкви, в ее саму структуру, направление, если она более направлена на наркоманов, на улицы, на бомжей. Знаете, разные-разные есть вещи, которые мы не касаемся. Все, что мы хотим соблюдать в церкви в Завете, это чтобы была база и есть Г-12. То есть, я обычно начинаю, как бы, объяснить, как объяснить Г-12. Кто из вас, когда зашел в этот зал, заметил пол? Вы сказали, какой пол? Глядь, как он держит нас хорошо. То есть, как бы, никто реально даже не заметил. Это настолько само по себе. Можете представить, вы не заметили самое главное в этом здании? Самое главное, что может быть в этом здании, и почему мы ходим, это фундамент этого здания. Если сейчас провалится фундамент, ни стены, ни стулья, ни что в этом находящееся не будет стоять на месте, значит, мы подходим к тому, что основание, структура этого здания является основанием всего успеха, который стоит на нем. И очень уникально, я так скажу, если церковь не имеет видения на рост, есть некоторые церкви, они хотят быть маленькими. Хотя, может, для некоторых из вас это удивление. Я встречал много людей, пастырей, которые говорят, мы хотим быть маленькой церковью. И как только церковь становится больше, уже, знаете, свои проблемы. Уже недоступность, время там, и так многие навороты. И некоторые любят быть маленькими, любят быть 30, 40, 50 человек, которые доступны. Но если церковь, у нее есть план, и мечта, и большинство пасторов все это хотят, рост и успех без основания, без структуры, это нереально. Объясняю. Мы были на Гавайях, и там, вы знаете, есть аэропорты. Есть аэропорт у нас в Сиэтле, интернациональный аэропорт, который реально обойти даже невозможно. То есть нужно на подземных поездах добираться с одного конца аэропорта в другой. Обойти даже невозможно. Это целый город, находящийся на окраине. И мы были на Гавайях, где аэропорт состоял из одной полосы и одного самолета. То есть как бы, и вы знаете, что я заметил, когда мы приземлились на этот гавайский маленький островок, в этот аэропорт, где был всего лишь один самолет, где была всего лишь одна остановочка, и один выход, и одна касса. Знаете, вот все оно вот такое. И когда я посмотрел, я говорю, глянь, им не надо ни security, ни полиция. Там одна баба Дуня со шваброй всех построит, укажет, где касса, скажет, когда летит самолет, потому что он один и летит один раз, понимаешь, в день. То есть как бы, и когда я посмотрел, мне просто там на Гавайях, вот мы со Светланой были, пришло целое откровение. Но когда мы с этого маленького аэропорта прилетели в наш, там нереально даже разобраться. Если ты не знаком с аэропортом, некоторые из вас понимают, о чем я говорю. Не знаком, ты сразу раз, и у тебя резкая такой шок и пауза, потому что тебе нужно разобраться, кто бежит, кто кричит. И самое интересное, во всем этом хаосе существует четко выстроенная структура. Эти в форме делают это, эти едут, кого-то везут туда, эти тачки везут туда. И вы все понимаете, да? То есть все авиалинии имеют свой цвет, имеют свое крыло, имеют свои названия, имеют свой цвет даже. И ты понимаешь, что... Вы понимаете, куда я иду? То есть там не нужна структура. Баба Дуня все сделает, ей не нужна никто. И она же заказ устанет, и тебе же и билет продаст. То есть как бы до такого. И когда ты прилетаешь туда, это целая структура, это целые линии, это ходят автобусы, подземные, все эти линии ездят, эти метро. И ты понимаешь, вот оно что. И вот этот вопрос, вот он. Если ты хочешь расти, то тебе придется, хочешь ты этого или нет, взять структуру. А структура дана самим Иисусом Христом, новозаветней церкви. Г-12 это не Сизер, Г-12 это Иисус Христос. Сизер сильнейшая личность, отец веры, который... Знаете, через этот портал Бог в тело дал это все. Через других помазанников Бог дает другие откровения. Кто-то... Мы знаем каких-то людей, которые... Например, у нас Джан Пол Джаксон, это портал, который интерпретирует сны. В Америке нет лучшей личности, которая школа снов, толкование снов. Он ездит, он учит, он там целый. То есть, и мы знаем, что, например, если ты касаешься тем снов, то это вот. Если касаешься структуры, то вот личность. Но это не дано, чтобы ты подогнулся, где-то стал, где-то там отвисать на каком-то там... Ты должен понять, что в тело дано все. И мы должны понять, церковь не состоит из одного пола. Это здание не есть пол. Понимаете, да? То есть, на этом стоят стены. И вы знаете, что тот, кто заливает фундамент, совершенно не знает того, кто вкручивает лампочки. И мы должны понять, что вот это оно все дело Божье. Кто-то говорит, Шабабалов, это не Г-12, это вообще какие-то предатели, это вообще хрень какая-то, вообще уберите, забудьте за него. Это вообще переполнит. Я говорю, ребята, стоп, 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 стоп. Тогда, когда мы строим, мы должны понимать, что теперь мне нужно нанять электриков. Теперь мне нужно нанять тех, кто вставляет двери, окна. И целое, кто красит, кто вот этот ковролит, вот эти паласы ложит, да, кто вставляет батареи. И ты понимаешь, что это целая структура и система. И я так скажу, дорогие, что если у тебя есть мечта сделать что-то великое, а особенно Г-12, это особо относится к пасторам. Если ты евангелист, это не твоя тема, у тебя другое крыло. Но если ты пастор, призван в тело Христа растить локальное тело, да, церковь, то есть, то без Г-12 ты будешь ходить кругами, обламываться, рушиться и подходить к тому же самому. Без четко выстроенной структуры ты ничего сделать не сможешь. Иначе у тебя будет так. Строится, строится, обломилось крыло. Строится, 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 обломилось. И это называется, мы это называем в теле Христа разделение. Почему разделение в теле Христа? Потому что структура больше не способна держать. Она обламывается. Знаете, как вот нарастает, нарастает, нарастает вот это кусок соли, да, и потом вот хлоп и обломился. Потому что нечему больше держать это. Но когда внизу всего существует структура, ты строишь, и сама же структура себя выращивает. Строишь, строишь, строишь. И у нас все эти команды с командами и команды на командах. То есть очень интересно, когда пастор заложил это основание, оно развивает уже само себя с минимальной корректировкой. Объясняю, когда поначалу выстроить аэропорт тяжело, тебе нужно сделать то и то, но потом ты понимаешь, что вот уборщики, их в Сиэтловском аэропорте, например, 300, так? Теперь они уже отвечают, если им нужно больше, они еще трех нанимают. То есть это уже целая структура. Ты когда только к уборщикам объяснишь, например, ты скажешь, покажите мне уборщиков в Сиэтловском аэропорте, например, и ты попадаешь туда, и там целая жизнь у них. Там не просто один со шваброй кто-то пробежался, там машины, там движение, там вода, там какие-то дезинфекции. И ты понимаешь, что это целая тема? И я так скажу, дорогие, что вот это оно и есть, что поначалу тебе придется очень серьезно поработать. Но в процессе структура будет выстраивать и поддерживать сама себя. Проблемы бывают. Как я сказал в той теме, эта структура совершенна, Бог дал совершенную структуру. Человек, находящийся в ней, несовершенен, и ошибки будут. То есть они были и они будут. Но ты не должен обижаться или, я так скажу, кто-то ушел на его место, кто-то стал, и все продолжается идти. Но самое главное, зацеп есть, структура есть, четкое понимание есть Г-12 и так далее. А об этом уже можно найти. Все, добавить что-то хочешь? Самое главное, что мы заметили, у нас тоже церковь есть там, у нас в Штатах. Люди, которые берут, и они, знаете, структура, это как бы управление. Но люди начинают потом ей уже служить и поклоняться структуре. Знаете, да, злоупотреблять. Это то, что мы не должны делать. Мы должны пользоваться этим как управлением, как собирание урожая. Когда, например, особенно если люди приходят с мира, и там даже из церквей, у нас, знаете, это как бы, я как вижу, как мы как видим, это структура собирания урожая. Мы как много раз смотрели, у нас была первая церковь, и у нас не было этой структуры. У нас, как сказать, пастор, и все на нем держалось, и все от него зависело, и все шли к пастору, знаешь. И мы поняли, что до какого-то момента ты можешь это делать, потом ты просто ломаешься, и ты теряешь людей, ты не двигаешь дальше, поэтому расколы. Знаете, в этой структуре, во-первых, собирание урожая, разные сферы, разные сферы, люди разные, домашние группы разные. Кто-то работает с семьями, кто-то работает там с наркоманами, кто-то работает там с молодежью, с женщинами, которые там им тяжело, они одиноки, разведенные там, мужья оставили. Разные, мы люди, у нас ситуации разные. И это сбор урожая. И в каждом из них есть потенциал, знаете, способности, опять же, поднимать людей, таких же, как они. И самое главное, не злоупотреблять и не поклоняться. Есть настолько дотошные, что им человек уже не нужен, им нужна 12. Ему нужно нарасти команду, но это не цифра, это у нас, это души. И мы любим их, и мы служим их. Даже если в твоей жизни будут, может, за всю жизнь ты поднимешь 12, может, 8 человек, но это сильные люди. Ты поднял, они, знаете, они укрепились боги, они начали двигаться дальше. Вот это вот ключ, вот это, понимаете, не цифра, не доминация, не это, это любовь номер один. И не поклоняться структуре, а использовать ее как собирание урожая. Это очень главное. Мы что сделали, да, мы сбор урожая. Мы когда, мы когда были на это, мы, во-первых, оно настолько откликнулось, мы кричали к Богу, к Господь, должно что-то большее. Мы, знаете, ты чувствуешь в себе этот огонь, ты его, знаешь, переживаешь, и ты знаешь, что ты призван для чего-то большого. Но то, в чем мы находились, мы знали, что это мы не сможем, мы не сможем нести это. И когда мы это увидели, мы поехали на конференцию, на Флориду, там, где Сизер служил, делал конференцию, конференцию структуры, Г-12. И он там сказал, он, это, мы за это очень сильно вцепились, он сказал, что это, как бы, я вам даю, как сказать, скелет вот этот вам даю, инструмент. И вы его адаптируете к вашей нации, к вашему поколению. Потому что, если ты будешь как вот, как цифра, как вот, вот, знаете, как вот, ты можешь поломать, ты, ничего, у тебя ничего не будет работать. Знаете, для каждой нации работает по-разному. Например, у мексиканцев, вот у них, вот как вот работает у Сизера, вот, вот, вот как написано, вот так оно работает. Потому что это мексиканцы, это колумбийцы, это, вот это нация. Мы чуть-чуть по-другому, потому что нас всю жизнь держали в рабстве, и у нас, когда мы чувствуем какой-то контроль, какую-то доминацию, знаете, сверх структура, и у нас начинает уже, типа, мы только от этого вышли. Знаете, и адаптировать, ну, так же придерживаться оригинала, но адаптироваться к людям, знаете, ну, где ты живешь, к нации, разные, у нас вот сейчас со всего мира. Знаете, и когда мы только берем вот это вот, и всех вот эту коробку, и всех попытаемся поместить в нее, понимаете, будет скрипеть, ничего не будет работать. Поэтому мы взяли это, и почему оно у нас двигается и работает, потому что мы взяли за то, что сказал Сизер, адаптируйте это к вашей нации. И мы взяли за это, и оно работает. Кто-то может считать, что мы не Г-12, потому что у нас каких-то вещей там нету. Ну, нам наплевать. Мы знаем одно, что у нас работает, Бог двигается, и, знаете, мы не поклоняемся этой структуре Г-12, и мы поклоняемся Богу, и мы служим людям. Вот это наша структура и инструменты управления. Так скажу, еще один очень уникальный момент. Сидим вот мы здесь, да, вот, Алик с Поляной, да, которые вот в Завет буквально вот вошли уже вот сейчас, да, прошли всю подготовку. Александр, который уже несколько лет в Завете находится, у нас у всех Г-12. Но интересно, что не теряя основных моментов, например, энкаунтер, пост-энкаунтер, школа, школа лидеров, домашние группы, единородные домашние, однородные домашние группы, то есть мужчины работают с мужчинами, женщины с женщинами. В этом тоже есть очень серьезный смысл, чтобы не было никаких отклонов и извращений. То есть, и, но самое интересное, не теряя вот этих всех гласных моментов, подход к этим всем вещам свой. У немцев немецкий, у литовцев литовский. И вот, и уникально, что наши энкаунтеры, темы на энкаунтерах меняются. Мы начали такие темы, и это каждый год мы вносим новые вещи. Потому что приходят, вы знаете, что приходят новые люди, но не теряя самые главные вещи. То есть, крест ты никогда не уберешь из энкаунтера, а ты никогда не уберешь посвящение из энкаунтера. То есть, есть основные столбы в энкаунтере, которые невозможно убрать. Но подход, освобождение, время, еще донесение каких-то истин уже доходит у немцев четко по-своему. У литовцев четко по-своему выходят даже темы очень уникальные. У нас тоже изменяются конкретные темы, и даже некоторые вносятся поправки или добавления. И поэтому я так скажу, что и это уникально работает. И самое интересное, что это работает хорошо. Вот, Алик, буквально по-свеженькому, просто объясни, как оно будет. Ну, у нас структура Г-12. Мы нам год, реально нам год, и церковь началась именно год назад, наше рождение было. Я вам скажу, что ничто не подняло так людей, как именно когда люди вошли в команды. Потому что то, о чем люди мечтали годами в своей жизни, оно стало воплощаться в них, когда люди вошли четко в команду. Потому что первое, это все равно в команду входят люди посвященные, люди жаждущие, люди, которые преданы Богу и которые хотят служить. Потому что это ученичество. У Иисуса в команде были ученики, то есть 12 учеников. И команда, она прежде всего построена по принципу ученичества. И то есть те люди, которые в сердце имеют ученичество, они входят в команде. И дальше развитие, оно происходит очень натурально, естественно, и логично. И люди сегодня, которые стоят у нас в команде, то есть они сегодня делают такие вещи, о которых они мечтали. И они думали, что это делают только помазанники. Сегодня это простые парни, девушки, они эффективно в этом служат. И то есть я не вижу более другого механизма, который позволяет людям состояться и высвободить тот потенциал, который вложен Богом в них, именно как вот в этой структуре Г-12. То есть для меня, когда я думал о церкви, вообще о строении церкви, потому что, в принципе, я 20 лет нахожусь в этой структуре и всегда был лидером ячейки или еще чего. Всегда был как бы до конца не отвеченным вопрос, потому что я вижу определенное несовершенство именно в том, как устроена сама церковь. И для меня просто как ответа не существовало. Как же, как же. И когда я познакомился со структурой Г-12, мне просто как это недостающее звено, оно открылось. Именно как оно должно быть устроено. И стало тогда все двигаться, все стало понятно. Вот так. Я скажу так, такой момент, что эта структура позволяет очень быстро развиться лидерам. Очень быстро. Я скажу так, за год наши лидеры, они достигают пастерского уровня, они изгоняют бесов, они работают с людьми. И это исцеление через них, реально они учатся проповедовать так же, потому что идут регулярные энкаунтеры, они также ведут темы, они также встречаются с этими моментами духовной войны. Они также на себе несут груз определенный пастерский. Они также поднимают открытые группы, это домашние группы, куда может прийти каждый человек. И как бы их нужды будут удовлетворены. Но те люди, которые уже хотят в лидерство с этих домашних групп, они их берут в команду и также поднимают. И они встречаются с теми же моментами, с которыми мы встречаемся, пастера. И нам становится легче, во-первых, уходит какой-то бунт, уходят какие-то моменты, непонятные вещи, потому что они начинают тебя понимать, с чем ты встречаешься. И нам становится проще, мы разгружаем себя, мы не берем на себя конкретно всю церковь, я скажу так. Также они на себя берут, наша команда на себя берет определенные структуры церкви. И мы управляем через нашу команду церковью. И все, и я как пастер, я только занимаюсь своим делом. И все, как пастер. Серьезно, я ничего, ничто другое не делаю. Как только поднимаю команду, как только работаю в слове, в молитве и так далее. Вот и все. Это просто идеальная структура. Да. Хорошо. А как ты ее адаптируешь, да, вот тут следующий вопрос, да, как ты ее адаптируешь, это уже от тебя зависит. Смотри, я настолько не знаю, как, что у вас происходит, ты берешь основные столбы ведения и уже адаптируешь, как ты их будешь делать, это уже твое дело. Другими словами, вот тебе дано здание, какой, какой палас, какие стулья, что ты в этом здании делаешь, это уже твое. Но здание недвижимо, оно структура, да. Пожалуйста. Меня зовут Арунас, по велению Христа, Вильнюс. У меня такой вопрос. Вот вы в своих проповедях сказали, что вы устали терять команду. Вот, например, вы потеряли человека, у которого уже была своя команда. Вот, ну, потеряли, так значит, этот человек, куда он делся, он ушел, он, ну, так, а что становится с этими людьми тогда? Да, хороший вопрос. Пожалуйста. Хорошо, отвечаем. Эти вещи происходят. Опять же говорю, человек всегда будет человеком, и никто не застрахован от предательства. Даже тот человек, который находился в структуре, например, 4-5 лет, он даже сам не знал, что на этом искушении он не выдержит. Причины разные, это не имеет смысла сейчас. Когда этот человек оставляет пост, оставляется зависшая 5, 8, 10 человек, разницы нет. Осталась зависшая группа людей. Вот совсем недавно был случай. У нас это уже происходило несколько раз, и была наработана уже своя структура, которая отлично работала, и потом мы даже поделились с ребятами. У нас называется это аварийное распределение. Буквально, если человек уходит из моей, например, моей команды, так, эти все люди, которые остались, они принадлежат сейчас лидеру того человека. Например, у меня ушел человек, его команда сейчас остается моей до тех пор, пока я не распределю ее по командам. Второй момент существует, когда уже, это я на себя, у нас происходят, уже не эти вещи, у нас происходят чуть-чуть по-другому, уже тот человек уходит, и теперь куда деть команду дальше, да? Другими словами, мы распределили к одним из сильных лидеров, и это называется аварийное распределение, то есть emergency. То есть их не прикрепляют к лидеру, их просто прикрепляют к командам, и они выбирают, хотят быть с этим лидером, и они хотят найти нового лидера. И это уже было не раз. То есть и работает четко, то есть никто нигде не обрубается, не теряется, они просто, и все знают, то есть мы это даже на лидерских учим. Если ваш лидер кинул, если что-то произошло, вы автоматически принадлежите, то есть не принадлежите, а посещать начинаете лидера, этого лидера. Все. И это уже все знают, это раз, все пришли к нему на следующую домашнюю группу, и там они уже решили, что они будут делать. И это уже было не раз, да. Спасибо. Еще один вопрос. Мы знаем, что вы любите спорт и любите поститься. Вот совмещение этого. Тренер моего друга сказал, что если хочешь разрушить свой организм, постись и таскай штангу. Ну, что вы можете посоветовать по этому поводу? Может, есть какие-нибудь книги? Вы знаете, книги это одно, своя личная жизнь это другое. Вы знаете, я человек, который, мы любим поститься, и посты у нас не только двухнедельные, у нас посты сорокадневные, тридцатидневные, то есть вся церковь, практически вся церковь прошла через сорокадневные, практически вся. Так скажем, может быть, несколько человек есть, но у нас церковь настолько мощная, то есть настолько сильно люди двигаются, хотя, то есть практически все, даже сейчас, вот мы сейчас находимся здесь, а там в Сиэтле несколько человек прямо сейчас проходят через сорокадневные посты. Как это все совмещать? Все очень просто. Физическое занятие это хорошо, но я скажу, когда ты входишь в очень серьезный пост, то физические занятия они оставляют. Я так говорю, я занимаюсь больше как кардио, знаете, больше двигаюсь, бегаю, но штанги нет, извините, там же энергии нет. То есть я скажу, что тренер может отчасти прав, то есть ты не можешь не иметь энергии и перенагружать свое, то есть там у тебя даже стресс будет очень серьезный. Я скажу, что я ограничиваюсь просто таким, знаете, легким бегом и плаванием. Вот это все, что я когда-то в длительных постах, но ни в коем случае не штанги, нет. Да, очень важно, потому что люди, когда в церквях видят, что кто-то постится, и им сразу включается, что я тоже должен это делать. Во-первых, длительные посты, мы должны упражняться в постах. Упражняться это раз в неделю ты берешь один день пост. Два дня, ну начать с одного, хотя бы полдня, весь день, сутки пропоститься. Это что называется упражнение. Длительные посты, как даже неделя, две недели, это должен Дух Святой тебе вести этот пост. И плюс, к нему ты должен подготовиться, просто мудрыми быть в этом. Знаете, мы по нашей глупости, по нашим вот этим вот амбициям, или нашему незнанию. Вот вся церковь постится, я знаю, что я тоже должен. И ты пошел по своему собственному желанию, и мы это тоже видели у нас. И люди разрушили свой метаболизм, разрушили все, просто испортили свой организм. Потому что они постились по своими собственными желаниями и просто разрушили свое тело. Сейчас идет восстановление, сейчас витамины, сейчас все это, знаете, восстановит организм. Просто мудро подходить Дух Святой. Особенно, что касается длительных постов, это 100%, это Дух Святой должен вести тебя. И следить, конечно, не заниматься, и как бы быть мудрыми, да, сохранить. Это, знаете, тело дано нам, чтобы прожить хорошо и долго. Следующий вопрос. Город Выборг, церковь Дом Божий. У нас церковь буквально, меня зовут Елена, организовалась месяц назад. То есть мы вообще не собирались в церковь быть, мы просто собирались как молитвенная группа, молились, не постились. Ну, у нас были очень сильные посещения Господа и пророчества, и говорения языками, и столкновения. Я имею в виду, ну, в один момент Господь проговорил, что я хочу создать здесь церковь в моем городе. То есть, и нас все, вот это было три человека, собирались мы просто на молитву, и одна была тогда в Финляндии. Я имею в виду, что, и когда мы были просто уже в Финляндии, уезжали просто в гости, и Господь мне просто проговорил, вот эта твоя церковь, вот просто он мне сказал, дал прямо название. Сейчас в последний момент он дал вот видение для церкви. Но я хочу сказать, что я даже вообще не понимаю, сейчас просто у меня на многие вопросы ответили, вот G12, структура церкви, да. Я хотела спросить насчет десятины. То есть, мы как по отдельности посылали десятину TTCI, вот, и как бы до сих пор еще пока отдаем. Но у нас как церковь, мы как уже организовали церковь, но у нас пока как у церкви нет нужд. То есть, мы собираемся на дому, мы собираемся, молимся, делаем хлеб. Ну, как вот, большая такая же структура только организовалась. Поэтому нам вопрос, вот, если будет такая возможность, ну, как хотелось задать вопрос. Пока мы все равно будем отправлять TTCI как церковь, ну, как вот распоряжаться далее десятины? То есть, какие нужды идет десятина? Я так скажу, что практически ваши десятины, если это уже реальная церковь, будет как зарегистрирована, понимаете, да, то есть, она превратится в структуру. Ваши десятины должны принадлежать вашей церкви, то есть, они не должны присылаться в Transformations. Да, то есть, как бы, это даже будет очень неправильно, если ваши люди будут строить структуру и куда-то, десятая часть, она всегда была, то есть, это мудро строить тот дом, который Бог тебе дает вот здесь. То есть, я скажу, что, да, естественно, посылали, многие люди посылают, как бы, и, естественно, мы благодарны, но если это превратится уже в реальную структуру, в которой будет свое здание, свои, как бы, щита, билы там покрыть, все надо, естественно, десятины, они должны принадлежать. Пока мы как на дому собираемся, у нас только домашние, как, ну, по типу домашней группы, но, вот, как, нельзя, я так скажу, распоряжайте десятины до тех пор, пока вы не заимеете нужды и реальные, как бы, растраты, то есть, и так далее. Потом уже, да, да? То есть, это я, так сказать, я бы так сделал, если бы был на вашем месте. Есть еще вопросы? Любой вопрос. Пожалуйста. Меня зовут Светлана, я из церкви Великое Повеление Иисуса Христа, город Вильнюс. Я хотела задать вопрос Светлане. Меня интересует женское служение. Есть ли у вас церкви, и можно коротко сказать, как оно у вас проходит, как вы занимаетесь женщинами, как, ну, служение женское с проповеди там, или как клуб, или как еще что-то. Вот меня это интересует. Можете вы мне ответить? Да. Спасибо. У нас, как сказать, у нас вот структура 12, у нас женщины работают с женщинами, женские домашние группы и мужские домашние группы. Мы поначалу делали, как бы еще по старому формату, как вот, когда нету в церкви структуры, есть пастор, домашних групп нету. И тогда, как мы делали отдельно, значит, завтраки для женщин, там, для девушек, мужчины собирались отдельно. У нас сейчас, честно сказать, так как каковой нужды даже нету. Все настолько в работе, мы даже, что мы делаем, что мы делаем, потому что все настолько работают, мы собираемся вместе с женщинами, ну, центр сейчас большой, я даже, я поощряю свою команду, вот, твоя сеть, соберись, поедь с ней куда-то. Вот, у нас сеть вот в моей команде для отдыха, для соединения, потому что мы столько работаем, у нас энкаунтеры, домашние группы, молитвы, у нас столько всего, просто нереально еще какое-то служение делать, просто нереально. И так дней недели не хватает, знаете, даже, чтобы хотя бы у всех еще лично жить, дети, семьи. Я поэтому говорю, бери вот твоя сеть, твоя домашняя группа, или твоя команда, или даже собрать там команды, две там, мы дружимся, поедьте куда-то, или соберитесь куда-то, что-то именно для отдыха, общайтесь, потому что общение, оно сближает. Вот, это у нас так, вот мы работаем так с женщинами, у нас разные возраста, у нас вот с вашего возраста и больше, и меньше, и мы и моложе, и совсем молодые, да. Как бы всех сразу ты не соберешь, интересы разные, люди разные. Вот, просто я, как мы делаем, мы просто именно общаемся по сетям. У нас нету нужды вот так вот делать женские конференции, служения, проповеди. У нас нету нужды, у нас энкаунтеры, получается, раз в два месяца, вот так вот у нас почти, да, но так, да, женские, это энкаунтеры, потом мы встречаемся, молитвы, ну просто, да, как и у всех, да. Да, да. Раньше мы делали, мы делали служения, там, разные конференции, мы делали выезды, там, семинары, мы делали завтраки, и все. Как бы сейчас просто нету нужды в этом, просто, из-за, да. Да, я немножко еще дополню. Это относится не только к женскому служению, это, наверное, я так скажу, у нас это, когда мы взяли структуру и взяли ее конкретно так, как Бог нам открыл, у нас исчезла нужда во всех практических служениях. Почему? Молодежные уже не нужны, потому что молодежь, молодежные нужны, когда они не являются частью церкви. Вот идет служение, а вон там молодежь. Молодежь, знаете, как вот, и вот молодежи скучно сводятся с нами, старичками, взрослыми людьми, и они хотят себе там позабавиться. Когда это все, когда всю церковь накрывает сеть, молодежная сеть, и там целая работа, у людей даже нет желания о молодежных служениях. У женщин нет желания проводить. Почему? Знаете, нужны служения, когда в церкви безделие. Поймите, да, правильно? То есть, если честно выходить, служение нужно, чтобы чем-то занять эту молодежь, которая шатается у то по улицам, там не знает, что себе придумывает. И я не против молодежного служения, если у тебя нет структуры. Но, слушайте, если ты идешь дальше, то у тебя все начнет обламываться. Потому что до какого уровня может расти молодежное служение? И больше всего проблемы, я заметил, это было как у нас. Раскол произвел молодежный пастор. Угадайте, кто. Понимаете, да? И почему? Да потому что структура развивает бунт. Потому что ты даешь в руки человеку, который не платил цену. Ты, пастор, ты платил цену, ты у себя раскол делать не будешь. Но когда какой-то человек зашел, ты его поставил или его выбрали, как угодно, он начинает управлять, как он хочет. Если не получается, как он хочет, он отрезает. Потому что пастор к молодежи не имеет доступа, молодежь общается с ним постоянно, и большинство молодежи, как правило, уходит. И поэтому, я вам честно скажу, когда мы добрались до структуры и до самого, знаете, как смака структуры, мы поняли, что даже если кто-то один уйдет, то никогда не будет раскола. Все задействованы, все работают, все имеют отчасти ответственность. Кто-то проходит школу, кто-то сейчас помощником, кто-то уже стал служителем, поднимает своего помощника. Там просто безделию нет времени. Просто нет, и все, и оно нарастает, нарастает. И самое интересное, что структура нарастает, и, как вам сказать, нужда в этой структуре растет вместе с ней. То есть стало больше домашних групп, это значит больше захват неверующих, отступников, людей, которые были брошены, и начинается работа. То есть я вам скажу, что мы 7 лет в структуре, 7 лет, вот в январе этого года будет 7 лет, как мы в этой структуре. Я скажу так, что я просто шокирован, насколько уникально работает структура. Даже в эту структуру у нас объединяет разные нации, американцев, людей с разным пониманием, характером, возрастом, интеллектом. Все объединяет, и она движется и работает. То есть я скажу, что, еще раз отвечу на вопрос, не только не существует нужды в женском, не потому что мы сказали, что женского не будет, радио постановили. Нет. Просто они сказали, а зачем нам собираться, если мы каждый день собираемся почти, да, и молимся, и вот женщины с женщинами, и у них открытые, закрытые домашние группы, то есть и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот примерно так. У нас рады, что вообще время есть. Серьезно говорю. Что немножко времени, люфт, да, появился, да. Вот. Еще интересный такой момент в этой структуре, это сама структура, она отвечает сама за себя. Она отсеивает. Она, она, те люди, которые не способны потянуть, через какое-то время ты просто, она показывает, что у него просто нету плодов. Или мотивы не те, и так далее. И реально мы просто убедились, реально там за, там за полтора года, раз ты смотришь, из 12 человек у тебя только 6 осталось. И я, и я серьезно говорю, и слава Богу. И слава Богу, потому что остаются те, которые действительно хотят в этом развиваться, хотят достигать, хотят быть лидерами, хотят состояться и так далее. Вот и все. А так часто у нас люди служат в церквях, и я сколько видел, они проповедуют с кафедры и так далее. Но, если честно, посмотришь, у них нету плодов, реальных нету плодов. А плоды – это реальные люди, реальные, да, измененные жизни, подняли лидеров и так далее. Вот и все. Вопрос все-таки свежей школы лидеров. Остался. Да, остался. Просто так много навалил вопросов, чтобы несколько забыли. И еще один вопрос. Вот есть мудрость в воскресном служении, то есть, да, все-таки в центральном таком вот нам церкви. Но насколько реально, если его нет, и нет такой возможности его сделать по определенным причинам, и чем заменить его, возможно, чтобы именно вот, ну, что-то было, именно вот этот дух общности, да, церкви, то есть, чтобы он сохранился. Пока нет точно такой возможности, то есть, ну, такие очень интересные ситуации. Да, вот я скажу, мне, знаешь, чем я влюблен в эту структуру? Что бы ты ни сделал, остановить ее невозможно. У нас настолько все соединены, что даже если сейчас заберут здание, ничего не остановится. Потому что в реальности наш вот центр, вот здание центра, оно не является церковью, оно является сбором домашних групп, структур и сфер. Если сейчас раз что-то происходит, да, то все продолжают собираться по домам, молиться, проводить энкаунтеры, ничего не остановят. Все связаны. Знаете, традиционный такой, знаете, порожу пастора и рассеются овцы, знаете, да? То есть, такой традиционный момент. Но уже новозаветний момент, да, то есть, поднимая, вот это и есть много пасторов, много церквей, много моментов. Я скажу, что абсолютно первоапостольская церковь не имела общего сбора. И это все знают. Написано, деяние, они собирались все по домам. И вы можете понимать, что если покаялась за один день три тысячи, они не могли собраться все в один дом. А на тот момент, я изучал историю, да, не было даже зданий, которые вмещали три тысячи. Их не существовало. И то мы говорим только одно служение, которое там, вот это, когда огонь сошел, и слава сошла. И когда, там где Петр, да, и пришло около трех тысяч. И мы понимаем, что домашние собирались веселье и сердце и пребывали в учении апостолов. Это значит, что апостолы продолжали учить, и учение распространялось в домашние группы через лидеров. И одним из лидеров, мы помним, это были Стефан. Помните, так четко Библия описывает, что они из них выбирали. То есть, жалко, что Библия в деталях, знаете, не пишет. Вот так бы хотелось вникнуть. Не только вот, знаете, все тогда описывали апостола апостолов. И там мельком промелькивает такой, ну да, был там Стефан. Ну, быстро был. Знаешь, там раз и уже нет. Но ты понимаешь, что это не просто Стефан был. Там, знаете, он там, да, он нарезал там хлеб, булки ломал, раздавал в дом. Но ты понимаешь, что за этим человеком что-то стояло такое мощное. Ты понимаешь, вот они, плоды апостолов. Вот они, ученики, которые были за ними. Их не видно было, но они, написано, являл великие чудеса и знамения. То есть, там было серьезное что-то. Да, и я скажу, что если в реальности взять и подумать, эту структуру развить в своей голове далеко, воскресное служение исчезнет как таковое. Вот поймите, да, о чем я говорю? Оно растворится. Потому что у нас можно в Америке собрать 100 тысяч. Хорошо? Вот в одно место. Можно собрать 100 тысяч три раза в одном месте. Но уже, понимаете, так? Сколько может быть людей, и где ты их можешь один раз собрать? И в процессе, если ты продумываешь, а Бог ведь дал этот метод сбора урожая церкви, и Он подразумевал, что церковь когда-то все-таки дойдет, год 12. Все-таки до нее дойдет, что, ребята, я не движусь вашими вот церквушками, да, как бы вот и вот на тебе вот какой-то, я хочу собрать урожай. И людей миллиарды, миллиарды людей, которые нуждаются в Христе. И Он уже предназначил структуру, которая уже не нуждается в воскресном служении. Я так считаю, что когда эта структура пройдет до конца, плюс мы с вами знаем, что такое, например, что такое вообще церковь сейчас. Сейчас церковь как таковое, вы знаете, этот, как вам сказать, этот термин растворяется. Объясняю. Я пастыр с двух церквей, Портланд-Сиэтл, в которой собирается несколько сот людей. Но реально, когда я включаю интернет, там сидят тысячи, тысячи и тысячи. То есть объясните мне, вы знаете, что в наше последнее время термин пастыра, вот он и растворился, вот он и растворился. Пастырь, ты чего тогда, понимаешь, да? То есть тебя тысячи людей называют своим пастыром, любят, пишут письма, благодарят, то есть и так далее, и так далее, и ты понимаешь, что когда это придет в огромную волну и лавину, то ни одно здание и ни один человек это не потянет. Все-таки оно должно все превратиться в тело Христа. И каждый из нас будет частью тела. И вот этот наш формат, который мы еще вмещаемся, еще вмещаемся. Слава Богу! Но придет время, когда это все остановится. И урожай будет намного больше, чем мы с вами думаем, вмещаем и даже представляем себе. И поэтому твой вопрос очень-очень уникальный. Я так скажу, что сейчас это еще актуально. Когда это займет полный ход, это уже будет неактуально, потому что будет больше людей, чем они реально могут вместиться даже в любое здание. И насчет новых школ. Я так скажу, примерно новой школы нет, потому что мы пытаемся сохранить именно все вот эти азы и основы. Уже видоизменяется подход, но это уже твое дело к своим поколению. В этой школе ничего нет такого, чтобы ты не принял. Там что такое быть лидером? То есть оно не изменится. Сердце лидера, оно всегда будет, и в сердце лидера всегда нужно бескомпромиссность, честность и так далее. То есть поэтому мы в эту школу собрали не какую-то там теорию, а чистую практику. Эти 20 уроков, там все сжато четко, конкретно, места из Библии и структура там выложена. Я так скажу, что школа не изменилась. Школа осталась той же самой с 2005 года. И может даже там чуть-чуть, я так скажу, практически ничего не изменилось. И даже есть книга, да, у нас где-то здесь есть книжки, может быть даже 12, здесь можно ее купить. Вся школа в книге. Кому обратиться за книгой здесь не было? Вот столик у нас где-то есть. Я даже не знаю, продали их, не продали их. Надо пройти там посмотреть, да? Вот сзади был вопрос. Здравствуйте, меня зовут Надежда, я из Санкт-Петербурга. Шла сюда совершенно с одним вопросом, походу появился намного важней. Дело в том, что мы принадлежим к определенной церкви, но у нас есть команда из 10 человек, которая каждое воскресенье собирается, смотрит вас в прямой трансляции, после этого мы молимся и так далее. Наши постарают, честно, не поддерживают нас. Но почти все, кто находится в нашей команде, они уже были у вас на энкаунтерах, приезжали к вам в Америку, приезжали в Германию, теперь я здесь. И я тут услышала, что вы говорили, что как-то к вам можно присоединиться в завете. Что это значит и как это можно сделать? Потому что мы хотим каким-то образом принадлежать к вам, и вот пока не понимаем, как это можно сделать. У нас 10 человек и 10 огненных человек, которые реально горят по Богу. И объясните, пожалуйста, что это значит. Очень реально все это получить, ответы на все это. И я так скажу, что вам нужно подойти к... Вот Елена или Александр, они у нас занимаются... У нас есть приподготовка и подготовка. То есть он вам должен объяснить вот это, провести приподготовку, в которой будет объяснено, по каким критериям мы принимаем подготовку к завету и учим. А подготовка завета, это мы со Светланой выходим каждый вторник в скайпе. И там есть определенная группа пасторов, которых мы учим. И там мы проводим уже по ступеням, через инкаунтеры, работу. И потом в процессе она становится частью, когда церковь полноценно исполнила всю подготовку. То есть вот тут даже сидят люди, которые находятся и в подготовке, и которые уже в завете. То они проходят через все это, и я так скажу, что в процессе они становятся частью структуры. Это завет, это не дочерняя структура, сразу говорю, это коалиция сильных личностей. Никто не контролирует то, что в Каунасе, в Германии мы сходимся. Вот Германия, Литва, и Америка, вот мы сошлись. И вот плод этого схода, это конференция, понимаете, здесь никто не меньше, не больше. Мы все на одном уровне, как Саша сказал, мы все люди. И этого статуса еще нужно достичь, окей, потому что некоторые тут боги находятся, да, на этой конференции, да. Это же уникальное откровение, мне понравилось. И поэтому я так скажу, что на этот вопрос, этот вопрос очень такой растяжной. Я думаю, что Саша, Александр и Елена, я думаю, возьмите, и даже по скайпу вы можете соединиться, и там будет все отвечено, окей. Вы можете также на e-mail, да, на ваш e-mail писать, TCCI, да, и на наш также, и ваши данные скайпа и так далее. И мы тогда, я соединюсь, мы поговорим и так далее. Все условия. Нет, карточек нет. Не, обычно это идет через e-mail и так далее, да, без проблем. Хорошо, есть ли еще вопросы? Есть. Здравствуйте, пастор, я из Беларуси, из города Минска. Только что хотела задать вот вопрос, идентичный, как девушка. Я официальный представитель тех людей, которые ушли из церкви. Очень классно, да. Очень хороший титул. Да, к сожалению, не получилось приехать с Телем, поэтому меня очень просили передать, во-первых, слова благодарности, если будет такая возможность. Во-вторых, хочу просто вкратце рассказать то, что у нас такая ситуация не только в Минске, что там отлучают, но от церкви, это все понятно. Вот, существуют такие группы определенных людей, да, которые уходят, они слушают ваши проповеди, они хотят двигаться так, как вы движетесь вот в этом вот направлении. И не только в Минске, я вот даже знаю то, что в городе, в Белорусском городе называется, там группа людей с такой консервативной пятидесятнической церкви, их 50 человек, молодежи. Они делились, и вот они, ну, шабоваловцы, можно сказать. Ну, простите, нас так называют. Вопрос просто как бы, ну, я уже поняла то, что нужно подойти к Александру, да, вот у меня был вопрос, с чего вообще оно начинает двигаться. Потому что нас много, мы отдельные группы, и мы даже, ну, не знаем, как между собой вот в Беларуси, да, связываться. То есть это какое-то, ну, не представительство Центра Трансформации должно быть, а просто Церковь Завете, да, как я поняла, ну, не дочернее предприятие. Нет, не дочернее, да, это не должно называться Центром Трансформации. Это ваше имя, ваше лицо, ваше ведение. Все, на чем мы сходимся, это на G12G12. Это структура сбора урожая, потому что в процессе нас всех это накроет, и мы хотим Церковь Завете подготовить к этому, я так скажу, к этому шквалу спасения душ. То, что вы видите, вы думаете, это что-то, дорогие, все только в зародыши, только начинается, вы увидите, что скоро будет. Увидите. А то есть, я так скажу, вот эти группки, это только, знаете, это первые, знаете, такие подснежнички, знаете, которые вот, вот и мы, ничего, скоро расцветет, подождите. Сейчас, сейчас, все пойдет. То есть, ну да, все люди, они как бы просто, ну, собираются, мы вас слушаем, молимся так же, в этом двигаемся, вот просто, ну, второй шаг должен идти. Первый уже сделали, там, вышли с церкви, да, и посвятили свою жизнь Богу. Хорошо. Вот какой второй шаг? Кстати, вы смеетесь, таких людей тысячи. Первое, что не хочет Бога, это структура традиционной церкви. Это уже доказано. Не говорю о личностях, говорю об этом монстре, который не дает Богу дышать, двигаться и действовать. Второй шаг, второй шаг, сразу скажу, что такое, второй шаг, чтобы войти в подготовку, должна быть семья, муж и жена, которые в согласии берут на свои плечи. Почему? Потому что, если это будет по-другому, то структура не сработает, то есть начнется обломы. Структура должна быть только сильная коалиция. Первая коалиция – это семья. Это жена, которая возьмет на себя ровно половину структуры, это женская часть. Вторая половина структуры – это мужская. Вы даже не представляете, это не просто мой помощник, это реальный помощник. Потому что я с женщинами не разберусь. Серьезно. Это все. И я так благодарю Бога за нее, что это даже реально выслушать. Понимаешь? То есть, я… Все. Так, давайте остановимся прямо сейчас. Потому что можно зайти куда-то не туда. И я так скажу, что это все правильно, потому что женщина должна выслушать женщину, мужчину, мужчину. И если оно будет все наперекосяк, там начнутся перекосы и проблемы, и заезды, и мы много слышали и видели этого. Я так скажу, что все начинается с семьи, с мужчины и женщины, мужа и жены, которые согласились взять на себя эту функцию, вот этот завет, эту мечту. И с этого момента начинается уже объяснение того, что будет дальше. И мы с удовольствием поможем вам. Я так скажу, что у нас это было не раз и не два. Если все проходит так, как Бог нам открыл, и мы объясним вам эти ступени. Успеха не миновать. Слава Божья будет. Чудеса будут. Освобождение, исцеление. Это не просто слова. Сидят вот люди, которые были нигде и звали никак вообще. И здесь зажигается точка и взрывается, и люди со всего мира едут сейчас в Германию, сейчас в Литву. Вот совсем свежий вариант сидит. Понимаешь, люди, которых мы воевали почти полгода, чтобы только они признали, что они постара. То есть там вообще своя тема была. Но мы знаем, с чего начинается. Знаете, как должна быть крепкая семья. И мы увидели ни позицию, ни понты. Мы увидели сердце. И вот это все, что нужно завету. Есть ли у тебя сердце по погибающему поколению и по своей нации, где ты живешь в своем поколении. И вот с этого, я так скажу, вот это вторая ступень. Завет. Крепкая семья, которая будет. И которая потом возьмет на себя два крыла. Мужчин и женщин. И оттуда все начнется. Спасибо большое. Можно еще задать вопрос по поводу вашей молодежи? Как она движется? И вообще, есть ли какой-то определенный формат? Ну, вот то, в чем движется молодежь. Потому что у нас церковь очень большая. Сама там больше тысячи членов. Но как такового даже молодежного лидера нет. Это очень прискорбно. Что классно в этой структуре, потому что Г-12, он там не нужен молодежный лидер. Пастор, как можно сказать. У нас молодежная сеть, как бы молодежная домашняя группа у нас тоже прилично. И разные возраста. Знаете, молодежь, она разная. Есть более взрослая молодежь, которая не замуж, не за 20. Есть молодая, только у нас с 13 лет. По 20, по 18. У нас, как сказать, у нас молодежные энкаунтеры. И они там, молодежь у нас тоже служит, молится за освобождение, за наполнение, за исцеление. Вот, за все эти вещи. У нас, как бы, они сейчас, они вот недавно, ну, как бы хотят, они собираются по воскресеньям вечером, молятся у них там. Они, ну, собираются, молодежи хочется вместе быть. Вот, они, как бы, у нас домашние группы, их тоже, я говорю, хорошее количество. И они также в воскресенье вечером собираются вместе. Вот, и общаются, ну, это не молодежное служение. Это как молодежная молитва. Вот, и потом после этого они общаются, да. И там тоже исцеление происходит, там, о видении, там, иступление, там, конкретные вещи такие сильные, там, очень. Это не, никак не ординальное молодежное служение, кому, как мы привыкли, лидера, там нет. Там, короче, сказать, что моя команда и их не из команд, которые они могут доверить, они все служат. Там на сцене, у нас не то, что там сцены, они, как бы, все, все, как бы... Микрофон, как вот у нас, вы видите, молитвы, вот у них так, примерно у них так проходит их не служение молодежное. Потому что, действительно, не понят этот вопрос многими. И мы пережили, ну, как сказать, можно сказать, в начале этого года, очень ярко это. В конце прошлого года к нам пришли многие, и они видят, что нет у нас молодежного служения, они потерялись. Они привыкли быть в детском садике для тех, кто постарше. И у меня, ну, у нас, мы понимаем, что нам не нужно... У нас даже дети, которые в наших, как они называются, воскресных школах, да, мы их уже оптимируем. Они уже видят ангелов, они уже с духовным миром сотрудничают, они уже молятся. Моя дочь, она, не знаю, она ходит и везде, лишь бы про Иисуса кому-нибудь что-то там втолкнуть. То есть, они живут реальностью этого мира. И наши, ну, вот, тинейджеры, да, подростковая группа, они тоже думали, вот куда мы их теперь определим, ясли. И я сказала, ребята, это если не вы там будете служить, да, но кто туда еще вперед идет, в Царство Божие, да, женщины и дети. Вот так уж оно и есть, да. Вот. И что мы сделали, чтобы наши конкретно поняли, что мы не собираемся их в какой-то детский садик для постарше определять и смотреть за ними, контролировать их там, тебе же надо жить там, ну, правильно и все. Нет. Мы сказали, ты хочешь развиваться, да, те люди, кто хотят служить, те люди, потому что молодежь, она, они горящие. Это те, у которых энергии больше, чем всего, у них они смелые, они хотят что-то, они, слава Богу, чувствуют, они бросаются на нее, да, и они хотят ее дальше высвобождать, это люди, которые открыты для именно этих вещей, что мы вот тут хотим сейчас сделать. Вот. И для того, чтобы даже наши поняли, что мы имеем это очень серьезно в виду, ребята, да, мне может быть годиков чуть больше, чуть тебе, и, но Царство Божье, оно для всех, оно одинаковое, и для Бога нету вообще разницы, через кого служить. И чтобы они это поняли, еще раз вернусь, мы сделали молодежный энкаунтер, и именно на этом молодежном энкаунтере, когда ко мне начали подходить, то есть в моей команде есть женщины, у которых уже девушки в команде, да, и они, они хотят, они служат, у них свои домашние группы, они, помимо того, в церкви задействованы, да, и, конечно же, этот человек, который имеет свою команду, вкладывается в людей, он будет служить. И ко мне начали подходить другие и спрашивать, Лена, молодежь, а кто же будет служить на энкаунтере? То есть те, кто еще не определились, еще есть все равно такие, которые как бы, ну, определяются, будут ли они вообще в домашнюю группу, в открытую ходить или нет. И я сказала, служат служители, служит команда, а кто же теперь команда? И они поняли, ага, я не буду служить, я не хочу, чтобы моя команда служила на молодежном. По началу там кто-то будет, но молодежь, она работает с молодежью. И тогда они увидели, что у них есть реально куда им расти. Они понимают, что мы не говорим, вот мы крутые, взрослые, служим, а вы, молодежь, ну, что-нибудь вам останется там полы мыть, мы вам дадим. Нет, вы имеете весь прогресс за вами. Как вы хотите, так вы растете. И теперь они очень, их это очень стимулирует, мотивирует, они хотят проповедовать, они могут. И через них чудеса происходят. Спасибо большое. Да, чуть-чуть дополню этот же момент. У нас мы не отменяли, самое уникальное, что у нас произошло, мы не отменяли молодежные служения. Они растворились, на них перестали приходить. Когда нам пришло понимание, что молодежь, молодая часть, должна быть полноправной частью центра. Это значит, они такие же лидеры, так же изгоняют бесов, так же молятся за исцеление, так же открывают свои группы и развиваются, то получается, что они раз, два, три людей меньше, 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 и молодежное служение сдохло. Так как и женское служение. Они сами, их никто, мы не скажем, теперь мы отменяем. Нет, они сами исчезли, надобность в них пропала, и никто их даже не хочет и не вспоминает уже много лет. Потому что все, я скажу, как Саша сказал, как Александр сказал, это истина. Они даже благодарны, если есть пролет, где отдохнуть. Они берут семью и едут отдыхать. Я так скажу, что да, когда вы, те, кто не знаком с этим ведением, да, я скажу, я так скажу, не ожидать ничего легкого, это нагрузка, это реальная нагрузка, но плоды от нее колоссальные. Ты будешь просто лежать каждый день в своей кровати, засыпая на подушке, да, и ты будешь шокирован, как оно все работает, уникально работает. Да, поэтому я скажу, что в моей жизни, наверное, Г-12 это самое уникальное, что вообще Бог открыл мне. Да, хотя мы знали об этом давно, но открыто нам это было семь лет назад. Просто когда, вот, когда есть работа, когда есть, когда молодежь работает в действии, когда они исцеляют, когда они молятся о освобождении, им больше ничего не надо. Им как бы эти тусовки, массовки, оно настолько уже изживает себя. Ты видишь себя, что, ну, с тебя берут, с тебя, знаешь, ты в работе, именно в той, какой ты должен быть, знаешь, а не просто прийти на служение, кто-то послужил, ты посидел. Ну, я лучше дома посижу, знаешь, как бы, вот, смысла нету. Поэтому у нас все эти молодежные служения, все, у нас лидеры домашней группы, домашние группы, и молодежные, и женские, и мужские, все в задействии, все делают именно вот работу, вот то, что делают апостолы, что делали апостолы, евангелисты, вот, они эту работу делают. Сейчас молодежь у нас вообще меня сшибает с ног в церкви у нас, я вам серьезно говорю. Молятся за исцеление, ноги вырастают, это, вот сейчас мы уехали, то я такие ролики смотрю, просто меня шокирует. Они видят, они настолько без крыши, у них нету лимитов, нету ограничений, знаете. И ты сейчас думаешь о молодежных служениях, там, или о женских служениях, ну, просто смеяться хочется. Мы уехали, они, короче, в церкви подорастали у всех ноги, у кого можно дорасти было. И сейчас они что взяли, они прикололись, они начали реально, кто маленький рост, там, кто хочет подрасти, они начали молиться за люди, и они, у человека нормальные две ноги, он молится, у него вырастает одна, и он дотягивает, он так, и вторая дорастает. И вот три-четыре ролика, вот мы смотрели. Вам смешно, сейчас поднимается поколение, у которых нет лимитов. Они просто подходят, они реально делают чудотворение, это так, за чашкой чая, так, дети поигрались. Человек на три сантиметра стал выше после ячейки. Вот реально, смотрим ролики, и чисто челюсти отпадают. Мы тут, а они там, я такой хочу. Пригласите сюда детей, пусть они за нас помолятся. Это так вырастают короткие люди, карлики, вот так, вот это вот то, чем должна заниматься церковь. Вот это молодежь, это то, куда мы идем. Вот тебе, вот я вот, я за такие молодежные служения. Понимаешь, если оно есть, вот это вот, вот, я только за это. Молодежь, она очень открыта к сверхъестественному. И у нас, допустим, сейчас молодежь, так же вот, как и у всех, служила на инкаунтере, на детском, на молодежном. Они в таком восторге. После инкаунтера все они, все, мы хотим свои ячейки. Эти люди учат, молодежь, молодежь учат. И ты на них смотришь, у них на ячейках чудеса происходят, исцеление. И так смотришь, слушай, когда у взрослых начнется? Молодежь открыта очень к сверхъестественному. И они видят и видение все, но это намного больше у них, намного ближе. И поэтому, если им структура позволяет двигаться и развиваться, они в этом развиваются по полной. По полной, без ограничений. И тогда вот все влияние мира, они от него отделяются сами. Бог их отделяет, а не для другого. Хорошо. Вот, вляска вопросов пошло. Давайте вот, был один, второй и третий, да, вот еще третий. И все, и вот на вас закончим, да. Здравствуйте, меня зовут Коститис, я из церкви Ecclesia.lt, это Вильнюс Каунас, я пастор. И вопрос такой. Мы все знаем, что Господь призывал нас и дал нам желание, чтобы наша работа процветала и церковь росла. Чтобы она росла большая церковь. И я думаю, что для роста церкви есть компоненты, элементы, составные. И с вашего разговора, как вы, Андрей, думаете, структура, сколько процентально имеет для успеха роста церкви? Я не думаю, что только структура, это есть успех. Есть другие, например, в моей церкви Господь дал какие-то основные, то есть благодать, святость, Дух Святой, такие темы, которые, я думаю, они проникают в наш дух и изращивают это то, для чего они предназначены. И в этом всем, в этом, сказать, видение пробуждения есть компонент структура. То есть, насколько вы думаете, процентально это имеет в успешном росте? Вы поняли вопрос? Конечно, конечно. Я так объясню, что структура, это, вы знаете, я не говорил, что это успех, я сказал, это основание успеха. В чем? Структура – это то, что держит успех. Но успех состоит из многих разных компонентов. Процентально он, структура вообще не является, вы понимаете, да, вот успех, она является платформой, она является фундаментом, она является тем, что успех, на чем успех держится, так скажем, да. Вот куда вмещается вода? Вода вмещается в структуру, понимаете, да. Вот стоит структура, без структуры, сейчас эта вода была везде. Где угодно, как угодно. Мы с вами понимаем, даже люди, не знающие ничего, все помещено в структуру. Ты помещен в структуру, это тело называется, твой дух в структуре. Структура работает. Поэтому я так скажу, что успех зависит от других компонентов. Структура, она вмещает, держит. А об этих компонентах, я так скажу, это уже зависит от личного общения пастора и от послушания его Духу Святому. Самое уникальное я заметил в успехе что? Что работает у одного, у другого абсолютно не работает. Если бы кто-то в этом мире вывел формулу успеха, он бы был миллиардер. Формулы успеха нет. Есть послушание, полное подчинение и самое интересное, как только ты начнешь копировать Янгичо, у тебя ничего, ничего не будет. Окей? Ограничимся так. И знаю таких людей, знаю, да? У Янгичо есть, а у тебя ничего. И все. А чо? А ничего. Более понятно, да? Да, пожалуйста. Добрый день. Это Минск. У нас церковь молодая. Первое крещение прошло только в июле. Ну вот с Г12 все понятно, но вот музыка, прославление имеется в виду. А как вот прославление в церкви, вот роль прославления именно вот в Г12, то есть откуда все-таки музыка берется? Здесь. Нет, в смысле имею в виду, то есть есть, допустим, когда большие церкви, понятно, у них есть своя музыкальная группа, какая работает именно над музыкой. Но в структуре Г12, то есть вот допустим, еще, допустим, у нас структура небольшая, вот музыка все-таки, где ее, то есть я понимаю, что музыка, конечно, должен давать Господь, но именно вот Г12 и совместимость музыкального служения. Вот такой вопрос. Хорошо, очень хороший вопрос. Г12 с музыкальной структурой не имеет ничего общего. Вот, а на этот вопрос продолжит отвечать моя жена. Абсолютно. Это музыка, это такое дело, как сказать. Это, это, да, это, как и с проповедью, как то же самое можно сказать. Да, что музыка, что проповедь. У нас абсолютно, как сказать, это уже отдельная команда, да, сфера, вот как тебе сказать. Абсолютно. Нет, просто вопрос такой, что именно, вот допустим, имеется Г12, вот много домашних групп, все остальное, и прославление, то есть одна свое прославление, у другой свое прославление, то есть ничего общего между прославлением у них нет? Или все-таки у них есть какое-то общее? Вот вопрос в чем. Я как, окей. Я как понял, смотри, у нас, у меня, например, группа музыкальная, она, вот люди, которые в группе, они в разных домашних группах. Кто-то в музыкальной домашней группе, кто, наверное, музыканты там, кто-то нет. И когда мы сходимся на репетицию, я их лидер. Вот. На этот период времени я их, они подчиняются мне. Вот. И мы, мы так работаем, у нас гармония, все в порядке, они понимают эти вещи, абсолютно. Они не говорят, что тебе я не буду это, потому что у меня лидер мне сказал этого не делать. Он выделяет время, у нас по вторникам репетиция, он приезжает во вторник, ну, это я как поняла. Вот. Я понял, ты неправильно поняла, и я неправильно понял. По-моему, понял правильно Саша, он и ответит. Давай, Лена. Да, то есть, да, просто здесь может быть иритация на том, что мы называемся, Бог нам дал имя тоже со структурой, с компонентом структуры нашей церкви. И это тоже, как бы, оно входит в часть вашего вопроса, да. То есть, мы церковь, как вот девушка спрашивала, как зарождаются церкви? Должна быть личность, да, вот мы как одна ячейка, и Бог призвал нас, Он дал нам ответственность, мы приняли ответственность за Его ведение в нашем городе. И для нашей церкви Он дал характер. И что мы делаем, чтобы высвободить то призвание, которое Бог нам, почему Он нас призвал, нашел, мы взяли, Бог Он также дал нам вот эту структуру, помочь нам высвободить это, как для воды эту бутылку, да, Андрей очень хорошо сказал. И Он дал нам также наш характер, что мы должны сделать. И наше призвание, оно просто очень совмещается, да. Да, мы движемся также в реформации, в трансформации. Это дух церкви. И наша церковь, Г-12 глобальное ведение, мы имеем структуру Г-12, женские, мужские сети, да, это лишь то, как работает, например, Windows, да, но он находится в моем доме, у меня там еще помимо него есть разные программы. И для того, чтобы церковь функционировала как церковь, потому что церковь это не структура Г-12, это тело. И для того, чтобы тело еще функционировало, там свои еще также есть сферы. Например, нас сейчас снимают, да, эти ребята с Г-12, они не имеют тоже ничего общего. И прославление с Г-12 в церкви, оно ничего общего не имеет. Например, у них Светлана лидер прославления. Бог дает ей ведение, но она исходит опять же из того, какой характер несет церковь. И потому мы, например, я, у нас еще никто не пишет наши личные песни, нету, да, но мы смотрим, какие музыканты, какие церкви, похожий есть дух, что высвобождает то же самое, что на нашей церкви, да, вот этот характер нашей церкви. И мы просто берем и движемся в этом же самом, понимаете? Вот, вот, аминь. И я еще дополню, у вас еще, я скажу так, у вас старое понимание о домашних группах, а открыть, традиционное, я скажу так, традиционное форма, вы понимаете, это такой момент, что формальные домашние группы, мы больше за неформальные домашние группы. В формальных домашних группах у вас ломка льда, полчаса прославления и так далее. Я думаю, вы этот вопрос задавали, нет? Нет. Ну, окей, значит, Лена правильно поняла, но я правильно, в духе отдал ей микрофон, окей, хорошо. Это в духе, в теории, хорошо. Но на домашних группах у нас как бы люди в этом характере, в этом духе, они как бы воспитались, поднимаются, они уже другое не включат. Сами лидеры, они настолько тесно с нами, настолько мы тесно вместе работаем, мы проходим многие моменты, и это один дух, это одно тело. И уже, знаете, если даже кто-то подойдет, какую-то левую музыку включить, для нас как бы левую, для вас может быть нормальная, вот, для кого-то и так далее, но она просто убивает атмосферу в нашей церкви, и все. Это не наша атмосфера и так далее, пожалуйста. Каждая, опять же говорю, каждая церковь, она должна иметь свой отпечаток, свой характер. Не все могут делать то, что мы делаем, например, ну или даже в стиле, каком мы делаем. Не все в роке, кто-то любит более другой стиль, знаете, что, лишь бы оно работало, там Дух Святой действовал, и слава Боже, я высвобождалась. Это 100%. Открывает ли это музыка неба? Да, открывает ли это музыка неба, и все. Открывает ли это музыка неба? Но я знаю, что, я коснулась, почему я сказала, что, например, когда группа, группа музыкальная, ко мне много раз подходили с этим вопросом, должна ли это быть отдельная домашняя группа, или они как бы могут быть в разных домашних группах. Во-первых, если бы это была однополая музыкальная группа, да, то тогда ладно, они, ну как бы, и все, и они хотят быть вместе, то да. А так как в основном там и женщины, и мужчины, и молодежь, и взрослые люди, то, конечно, они будут в разных домашних группах. И, конечно, и как вот у нас вот сфера, в мере, видео, там тоже разные люди, и у них там есть лидер, их не именно по этой сфере, главный человек, которому они подчиняются. Но также, это везде, на работе, везде ты с этим сталкиваешься. Это не касается там структуры 12, это работа, управление в церкви, другое. И, ну, они посещают домашние группы, у них есть лидер там, где они растут духовно, там, где они работают с людьми, да, там молятся за их ненужды и все такое. Вот, и говорю, что когда вот у меня вот музыкальная группа, разный возраст, разные мужчины и женщины, на это время я ихний как бы лидер, и они слушают меня. И если я говорю какие-то, если у меня там какие-то требования, что касается тоже духовной или еще там физически, разные, они должны меня как бы слушать, потому что я за них отвечаю. И вот поэтому вот такие дела. И за это служение, это потому что много людей ко мне подходили с таким вопросом, вот такая вот дилемма, а что делать, знаете, поэтому, если вы кто-то, я знаю, что многие из вас с этим, которые только начинают, они столкнутся с этими вещами, поэтому. Дело в том, что, допустим, у нас в церкви лидер прославления, он член моей команды. Прославление, оно не строится по принципу команд и так далее, но там в прославлении есть также ребята, которые из его команды, другие ребята из моей команды. И дело в том, что, в чем отличительная черта от церкви, в том, что, понимаете, мы двигаемся в одном ведении, и это нас объединяет. И то есть у меня нету с ним разногласий, потому что мы двигаемся в одном ведении. И ведь в команды входят люди именно не потому, что им кто-то говорит, ты должен быть там, в той команде, ты там. То есть это не создается искусственно и чьими-то руками. Потому что когда пришло время формироваться в команде в нашей церкви, мы реально, мы молились о том, чтобы Бог, он не то что распределил, но направлял людей. Люди добровольно входят в команду. Люди сами в них входят, и люди двигаются. То есть я ни одного человека не заставил быть в команде у меня. Не сказал, ты должен у меня быть в команде. То есть люди входят в команды, потому что наши сердца, они бьются как бы в одном ритме. Мы думаем о тех же самых вещах. Ему близко то же самое, то, что близко мне. Ему горит в сердце те же вещи, которые горят мне. То есть у нас одинаковое ведение. И поэтому мы с ним уже, ну, сработники, мы вместе делаем эту работу. Понимаете, у него есть свой, как бы, своя сфера, в которой он развивается, где его дары развиваются. Это он прославитель и так далее. Но ведение у нас одинаковое. Поэтому у нас нету разногласий, что он там поет что-то свое, я пою что-то свое, а на женских командах еще что-то третье. Еще по ходу дела напрашиваются очень уникальные вопросы. На него сразу ответ. Что делать с теми людьми, которые не хотят быть в Г-12? Нормальный вопрос, да? Как бы мне его задавали, я его задам здесь, чтобы потом, может быть, кому-то не приснилось. Я так скажу, всегда, всегда и везде, в любой церкви, у нас, Литва, Германия, не имеет значения, будет процент людей, он маленький, но он есть, которым достаточно задней лавочки, воскресной проповеди и, может быть, поехать на энкаунтер, ну, потерять полы или побыть поваром. Все, для него это достаточно. И вы знаете, мы никогда не прессуем людей, не заставляем, если они избрали такой путь, и они говорят, для меня самое главное, чтобы человек в моей церкви, которую Бог мне доверил на этот момент, чтобы они были довольны своей жизнью. Если я встречал такую вещь, насильное, знаете, как бы, да, прессование структуры, и человека раздавливает. И мы все пастора, которые находятся здесь, должны понимать, что не все вместят и будут идти в структуре G12, и даже смогут, и даже захотят. В любом случае, захотят, не захотят, могут, не смогут, никогда не трогайте. Я так скажу, у нас много лет церкви, и я так скажу, что и люди сидели, и сидят, и они довольны, и они молятся, они существуют, они просто не в структуре сбора урожая, но они делают свою маленькую функцию в своем месте, в свое время, и все. То есть, как бы, абсолютно не трогайте, не надо всю церковь крестить. Знаете, у нас, как у славян, все так, все, я сказал, знаешь, как бы у нас, ну, не бывает такое. И мы начинаем ломать людей, начинаем приносить боль, начинаем приносить огорчение. Поэтому у нас это все, как Олег очень классно подметил, это добровольно. В команды входят по своему желанию. Иногда некоторые люди, даже побывшие в одной команде, они понимают, что это не то, и они меняют. Не потому, что лидер плохой, а потому, что этот лидер не способен, не потому, что он не умеет, а он даже в этой сфере не... Например, у нас существуют пророческие группы, понимаете, молитвенные. Группы по разным характерам, направлениям. И он, походив туда, он говорит, слушай, вот не то. И мы советуем, вот тебе, значит, сюда. Все, поменяли группу, все отлично, растет, развивается. И вот таки, другими словами, у нас не указывается, где быть. Люди находят и по своему желанию. Супермаркет. Супермаркет, да. Супермаркет, очень хороший образ, я думаю, в проповедиях слышали. Когда ты встречаешь вот это, знаете, забегаловка, заправка, да? Забегаловочка такая, в которой на одной полке ты можешь встретить и масло, и презервативы, понимаете, да? То есть, серьезно, да? Как бы все на одной полке. А когда ты заходишь в реальный супермаркет, серьезный, мощный, который там, знаете, такой квадрат, что там обойдешь, пока я уже устал, то там все, секции, полки, специальные названия, все четко распределено. То есть, вот это и есть Г-12. Когда у тебя нет мечты на большое, тебе хватит вот этой маленькой забегаловочки. И у тебя там все быстро, все доступно, проблем нет. А какие проблемы могут быть на заправке? Чего тебе? Жвачки, вот. Но когда ты уже заходишь туда, там уже не просто жевательные резинки, там уже целая структура жевательных резинок, там уже целая мудрость, какие жевательные резинки? Тебе круглые, квадратные или плоские жевательные резинки? То есть, до вот этого доходит. И вот это мы говорим о Г-12. Когда ты вырастаешь что-то огромное, то именно у тебя должна включаться структура вот этого супермаркета и управления. Да. Я скажу так. Такой момент, что в структуре будет иметь успех тот, кто посвящен на 100%. Все. По-другому успеха не будет. И как бы ты не затягивал, кого бы ты не тащил, это бесполезно. Возле меня пусть будет два человека, но они сами решили, они хотят в этом развиваться. Я знаю, с ними я дальше приду, чем у меня будет 12, которые еле-еле, которых, да, искусственно. Потому я за то, за здоровый рост. Мало-помалу. Пусть лучше, мало-помалу будет, пусть лучше 5 лет уйдет на развитие там небольшой церкви. Естественный рост. Все, как ребенок. Как ребенок растет, естественно. Хорошо, и последний вопрос. Последний вопрос у нас, да? Пожалуйста, вот микрофон. Последний вопрос. Я издалека прилетел, на каждую тысячу километров по вопросу. Вот про молодежь вот говорили, у нас немножко от обратного получается. Я самый старший у нас в команде, мне 29 лет. И сейчас вот после последнего энкаунтера как раз пришли взрослые люди. Причем взрослые и достаточно такие интересные военные, даже с правоохранительных органов, хотя тут же меня гонят и тут же приходят с другой стороны. Вот политик один есть. То есть, ну, люди достаточно взрослые. И был уже опыт потери взрослых людей из-за нашей, получается, молодости. То есть, для них очень таким преткновением является, что мы молодые все. То есть, ну, как бы у них, их багаж им мешает. Вот может быть, какой-то совет вот здесь вот. Очень не хочется их терять и здесь какая-то мудрость нужна. Я так скажу, что в моей команде я сам по себе, ну, молодой. Ну, по крайней мере, я так считаю. Знаешь? Ну, еще, ну как, нормально. Знаешь, нормально. Еще, еще меня, ну, как, ну, дети-тинейджеры, естественно, ну, там, я хотя бы вот в центре очки застрял, и так, терпимо еще, еще там сильно. Там говорят, что ты молодой, слава богу, ну, а там еще терпят. И смотри, и смотри, я так скажу, что в моей команде существуют люди, опять Г-12 отвечает на этот вопрос, в моей команде существуют люди взрослее, чем я, и к ним эти люди очень спокойно присоединяются. То есть, как бы, и я так скажу, что у них со мной, знаешь, как бы, вот у 65-70-летнего человека со мной очень мало, не потому, что он не уважает мою молодость, не потому, что там у нас расхождение каких-то, из-за того, что сам факт молодости, да, сам момент несостыковки поколений, то есть, то, что я знаю, он не знает, и то, что он знает, я даже там и не родился еще, понимаешь? И поэтому, вот эти люди, у нас есть такие люди, начальники, бывшие, люди, бывшие там, полковники, которые тут переехали туда, то есть, как бы подполковники, и вот эти люди, и у нас есть команда, группа, где они все сходятся, вот эти люди, очень серьезные, я так скажу, серьезные люди, по стандартам этого мира, которые достигли чего-то в этом мире. Я так скажу, что у них запросто все получается, они работают, служат они в помощниках, в служителях, то есть, я так скажу, что если они не могут, как бы, состыковаться с тобой, у тебя должен быть в команде хотя бы один верный, который уважает тебя, независимо, молодость, не молодость, просто у вас, у нас, мы с вами здесь не потому, что чтобы, знаете, друг друга любить, обнимать и целовать, нам нужно собрать урожай, спасти людей от ада, и поэтому стратегически в твоей команде должен быть взрослый человек, или хотя бы по возрасту, которого они воспримут, с которым они могут сесть за чашку чая и вспомнить, как было в молодости, понимаешь, да, вот о чем я говорю, да, потому что, ну что, у него было в молодости, у меня тогда еще не было, понимаешь, то есть, ни молодости, ни меня, то есть, вспоминать нечего, поэтому, понимаешь, да, мой вопрос, иметь в команде, то есть, моя команда имеет, начиная с очень молодых ребят, которые, до 20 лет, и людей, которые уже реально, я скажу, с седыми волосами, которые могут четко, то есть, вот это ответ на вот эти все нюансы, и таким образом, я могу через всех этих людей управлять и заботиться о том, что происходит в центре. По такому же принципу решаются и также все национальные вопросы и разногласия, потому что бывают моменты, когда это все очень актуально людям и так далее, пришедшим в церкви и все, но именно разнонациональная команда, она решает все вопросы очень просто и легко. Да, я говорю, опять, и опять мы возвращаемся к управлению Г-12, то есть, структура уникальная, ребят. Я чуть-чуть добавлю к этому, как тебе сказать, люди будут приходить и будут уходить, но я знаю, что если у тебя сейчас на данный момент нет этого человека, знаете, знаешь, не парься, не разочаровывайся и не подгинайся. Знаете, человек, который начнет тебя контролировать, даже здесь человека, который действительно должен быть рядом с тобой, понимаешь, и которому будет присоединяться вот этот возраст, который ты говоришь. Самое главное не подгинаться, потому что ты хочешь, ты знаешь, ты видишь нужду, ты начинаешь уже как бы идти на компромисс, сдаваться и все. Само этого не делать. Да, чтобы не потерять сейчас структуру, очень важно быстро выйти в структуру, потому что уже были потеряны люди и сейчас вот как раз... молись конкретно прости у Бога, именно, чтобы пришли вот эти люди, или мужчина, или женщина. У меня в команде вот самая взрослая, это его мама, которой 61 год, знаешь, и она абсолютно, абсолютно она уважает меня, как я ее вообще... Знаете, она любит меня с высшим образованием, кстати, понимаешь, и как сказать, и к ней присоединяется ее возраст, она с моей командой. Также у нее тоже самое, как, понимаешь, сеть вот эта, и так далее, да. Поэтому будут люди, которые будут с тобой рядом и такого же духа, как ты, да, работать. Аминь. А я еще к этому могу сказать, поскольку мы сами, можно сказать, вообще начинаем это дело, и мы очень ясно знаем такой момент, что если ты хочешь быстрее запустить структуру, чтобы сохранить людей, я бы не сказала, что это совсем правильно во всех вариантах, потому что, я вам скажу, не все люди могут быть в основании церкви. И мы, скажем, при всем нашем от таком вот религиозном опыте, какие мы церкви только не строили, где мы только не участвовали, реально поняли, что все-таки жертвенник ложит Бог, и те камни, которые должны быть в основании, неважно, насколько человек к тебе приходит глубокий, насколько он потенциально сильный к тебе приходит, это должен быть человек твоего жертвенника. И Бог знает людей, я знаю, что Бог от нас отвел определенных людей, хотя я всем сердцем, я знаю, что они будут с нами, но я знаю, что есть время, когда, если они будут с нами сейчас, это либо мы этого не выдержим, либо это люди могут этого не выдержать, либо еще любые другие могут быть моменты, которые создадут ненужные какие-то в основании, не знаю, какие-то пробоины. Поэтому я думаю, что именно структура все-таки, она не может быть, в ней нельзя быть искусственным, реально нельзя. Она тогда превратится в ужасные, раздавливающиеся какие-то моменты. То есть в этом просто доверяйте Богу, Бог подбирает людей, и каждого в свое время в этот жертвенник, он его вкладывает. Еще такой момент, я скажу, все вот эти вопросы мы обсуждаем, я скажу так, в подготовке церкви к завету. Все. Более подробно, конкретно, не только преподаем теорию, а также и практику. И это все работает. Это все работает. И это уже себя оправдало и доказало на основании уже нескольких лет. работы. Так что пишите имейлы, мы с вами соединимся и поговорим определенный... Пожалуйста, два имейла. Сразу открой. Да. Вот. И мы встретимся, поговорим, обговорим все форматы, все условия и так далее. И всей работы. И также включает эта работа также практически моменты, когда мы уже приезжаем на место, мы помогаем полностью правильно запустить эту структуру, правильно, чтобы вы как можно меньше совершили ошибок и набили шишек. И как можно меньше, я скажу, было крови. Потому что я... также еще один такой момент, дьявол ненавидит это ведение, эту структуру. Наш имейл. пишите свой скайп и... мой имейл. Напиши мой а точка я скажу так, мы к следующему моменту приготовим полностью все флайеры. Г12, Г12, ГВ, да, да, то В все-таки, да, Да, вот это, да. И В. Да. Да. Да, Gmail. Все. Напишите, кому нужны вопросы, свяжитесь, мы обязательно ответим на все. Все, благословений, увидимся с вами в 7 часов. Продолжение следует.